Ребятки, всем привет! Вот дошла очередь и ко мне. Сейчас я вам покажу, как я делаю свои боковые кивки, снасть для ловли карася, карпа. Сейчас покажу вкратце, что понадобится по материалу. И в дальнейшем мы продолжим сборку нашего кивочка. Я использую для основы вот такой вот файлик. Сюда мы вставляем файлы, такая вот папочка. Она с такого очень интересного материала, пластика. Тут даже уже как бы есть линии, по которым можно ровненько обрезать. Но это первые кивочки, остальные тут их можно сделать сотни. То есть вот эта вот папочка, вот с нее мы будем сегодня делать кивочки. Первая это папка. Вторая пружинка от зимнего сторожочка, вот такая вот мягенькая пружиночка. Дальше кусочек проволочки нержавейки, для того, чтобы для паять. Ну, в общем, по ходу все покажу. Дальше я буду использовать вот такие вот колечка от зимних удочек. Вот они. Вот они, вот такие колечки. Мы будем их использовать на боковой кивочек. Дальше понадобится нитка. Все это дело приматывать ниточка. Вот такая ручка, нитка. Вот. Шило, мормышка. Летняя для бокового кивочка. Будем подвешивать и проверять жесткость. Ну, естественно, это наждачная бумага. Будем вышкуривать, убирать плоскость. Паяльник, кислота для пайки. Ну, и немножко термоусадочки, в принципе. А, и суперклей. Все. Это, в принципе, весь набор для изготовления бокового кивка. Итак, друзья, приступим к самому главному вырезанию нашего кивочка будущего. Поехали. Так, друзья, после того, как у нас обрезана полосочка материала, мы берем шлепшкурочку. Начинаем с самой толстой. Это у нас, по-моему, восьмидесяточка. Нет, сто двадцатая. Сто двадцать. Соточка. Вот соточки. Начинаем мы с соточки. Сто двадцать. Там, двести сорок и триста двадцать. Можно вывести, в принципе. Вот, начинаем мы с сотой. Вот так вот складываем. Сначала начинаем примерно вот, делим кивочек на три части. С одной третей. И вот, убираем немножко плоскость. Не буду затягивать ваше время. То есть, получается, смотрите. Начинаете с одной третьей части, потом вторую половиночку. И здесь совсем чуть-чуть. И потом подводим мы эти уже наши стороны. Выводим в идеал. Вот так вот. Так, обязательно протягиваем через всю, через весь наш кивочек. То есть, сначала была первая часть. Теперь берем вторую часть и протягиваем через весь кивочек. Вот таким вот образом. Сводим его на нет. Ну, то есть, убираем толщину нашего кивочка. Дабы он стал более чувствителен. Так, после того, как наш кивочек плоскость нашлифована, берем, вот так вот зажимаем и проходим наши торцы. То есть, нам нужно вот здесь вот сделать ровную плоскость. Первая часть немножко прошкурили. Отступили пару сантиметров, передвинули. Следующую часть проходим. И вот таким образом проходим полностью по всему с одной стороны и с другой стороны. Так, друзья. После того, как мы прошли весь наш кивочек, вот мы убрали все со стороны, убрали. То есть, более-менее сделали его мягеньким. Теперь, что мы можем сделать? Мы можем взять шило. И вот здесь вот сделать небольшое отверстие. Вот таким образом. Теперь берем нашу мормышечку. Нам нужно просто проконтролировать, как будет реагировать. Вот, видно, уже очень хорошо. То есть, вот кивочек работает на ура. То есть, при полной натяжечке кивочек вот срабатывает. Все, этого нам достаточно. Теперь, наша задача взять пружинку. Пружинка будет приматываться примерно на сантиметр. Вот таким вот образом к нашему кивочку. И мы должны здесь оставить примерно сантиметр свободной пружинки. Вот так вот. Значит, отмеряем. Ну, давайте возьмем запасом где-то 3 сантиметра. 3 сантиметра нам нужно откусить наши пружинки. Берем щипчики. Все, пружинка есть. Теперь, берем проволочку. Значит, делаем на проволочке такой загибчик. Отмеряем. 6 сантиметров и делаем загиб на 6 сантиметрах. Вот, пожалуйста. Вот так вот сделали. Все есть. И теперь вот ровняем по вот этой вот по этому отрезку и откусываем лишнее. И теперь проверяем, подходит наша пружинка под проволочку, либо нет. Вот, отлично. Очень хорошо подошло. Теперь наша задача взять вот эту пружинку мы продеваем примерно на сантиметр ее сюда. И это все дело нам нужно запаять. Итак, приступаем к пайке. Так, друзья, кое-как запаял, пришлось поменять. Проволочка вот эта вот не паялась. Купил вот такой припой, он почему-то не липнет ни к чему. Вот, кое-как запаял. Сейчас хочу сделать сюда намотаем ниточку и зафиксируем все вот такой вот термоусадочкой. Итак, делаем. Так, друзья, пока одна ниточка намотана, вот так вот зафиксирована, берем суперклей гель влагостойкий. и все это дело мы промажем суперклеем. Не знаю, может, есть легче какой-то способ без пайки, но у меня с пайкой как бы не очень с трудом это все мне дается, пайка. но, тем не менее, нужно делать снасть хорошая, уловистая. Вот таким образом проходим, хорошо пропитываем ниточку. этот клей, когда высыхает, получается как-то такой, как пластик. Друзья, пока наш клей подсыхает, вот, мы сейчас займемся колечками, значит, приклеим наши колечки. Что я беру? Берем вот эти вот, вот такие я покупаю окончания, скажем, последние колечки от зимних удочек. Они тоненькие, маленькие. Вот. Теперь нам нужно вот эту плоскость вот таким вот образом прижать. Вот так сделать плоскость. И вот таким вот образом, друзья, сейчас будем вклеивать к нашему кивочкам. Вот так. Три штучки. Первая, вторая, посрединке. и вот сюда ближе к окончанию будет третье, третье колечко. Итак, приступаем. Сейчас я все делаю и приступаем к клейке. Итак, уже примеряемся. Берем вот так, вот таким образом у нас будет пружинка. Значит, колечко у нас должно быть вот в этом месте. Отступаем 6 миллиметров и делаем первую проклеечку. Ставим капельку суперклея. Ставим капельку суперклея. Так, у нас три колечка вклеены. Теперь берем нитку. Нашу ниточку возьмем и каждое колечко мы проматываем. Вот. Так, вот таким образом получается первое колечко. Берем его, мы его проклеиваем хорошо, полностью хорошо. Так, друзья, когда у нас клей подсох полностью, вот так вот это все получается. Вот. И теперь все здесь высохло. Теперь нам нужно будет примерно, ну, около сантиметра так же само примотать к нашему кивочку. Так, друзья, когда клей подсох, берем термоусадочку и вот таким вот образом продеваем ее. вот так вот. И теперь просаживаем и мы таким образом закрываем пружинку, дабы наша леска, когда при подсечке, не захлестывалась в саму пружинку. Вот. И тем самым мы закрываем нитку. Все это мы фиксируем. В общем, я сейчас обжимаю и теперь нам остается только пройтись красным лаком. И, в принципе, наш кивочек будет готов. Так, друзья, я просадил термоусадку, то есть, она ни в коем случае не мешает на пружинку. Вот оно, все растягивается. Все нормально. То есть, получается, вот она, вся работает. Свой принцип она делает. Видно, да? она вот нормально все работает. Теперь берем, зажимаем плоскогубчиками и делаем загибчик в ту сторону, под какую руку вы привыкли рыбачить. То есть, я делаю загиб на себя. Вот таким вот образом. Вот так вот. Делаем загиб. Подровняли немножко. Ну, как вы поняли, эта часть, она будет приматываться к нашему удилищу. Вот таким вот. В таком положении. Вот оно. Ну, теперь, собственно, мы давайте покрасим. Берем ярко-красный лак. И прокрашиваем нашу ниточку красненьким лаком. И нам будет хорошо видно здалека красный, ярко-красный. Вот таким образом. И будет хорошо видно поклевочку. И таким образом проходим два-три раза, дабы дать более яркий цвет. Вот так вот. Подождали минут пять, подсохло, и наносим второй слой. Так, друзья, вот что у нас получилось. То есть, все я красиво пролил лаком. Вот оно видно, да? Все залито. Вот такой получился у нас боковой кивочек. Показал видео очень много на ютубе. Как делают. Я вам показал материал, с которого я делаю. Я думаю, этот материал, в принципе, доступен, недорогой. И тем не менее, он очень-очень классный. Чувствительный. Ну, мне нравится. Как бы, вот так вот. Все произошло быстро, все сделали. Вот такой, друзья, получился кивочек у нас. Сейчас возьмем нашу мормышечку. Вот она, красавица. И на карпа, и на карася. Вот она, моя самоделочка. Кто не видел, проходите на канал. Есть видео, как я паяю, как я делаю вот такие вот мормышечки. Одеваем. Вот видно, да? И мы делаем небольшой. Ну, кто ловит, тот знает, как делать. То есть, опустили вы на дно, делаете подтяжечку, немножко попускаете. Вот таким образом. И все. У вас малейшие поклевочки. Малейшие поклевочки. Боковой кивочек показывает. Ну, друзья, в принципе, и все. Все, что хотел показать.